На улице Мира, напротив Дворца культуры Яуза, начали строить новую школу. Появиться это образовательное учреждение должно было еще три года назад и на другом месте. Сложностей было немало, но застройщику даже спустя время удалось начать строительство. Глава округа и рабочая группа администрации сегодня посетили объект. У нас ведутся работы по раскопке котлована и забивке свай. Площадка очищена от мусора, проложены временные дороги, устройство в городке выполнено. О ходе начала работ главе округа докладывает гендиректор группы компаний «Стройтекс». Школу они должны были сдать еще в 2019-м, но только в конце 2021-го приступают к работам. Мы задерживаем сроки, у нас есть обязательства перед администрацией, но, повторюсь, это проектное финансирование, которое открылось при определенных условиях, не только от нас зависящих, и приложим все усилия как можно быстрее сдать. К тому же потребовалось дополнительное время, чтобы подготовить территорию. Прежде чем приступить к работам, необходимо было расчитить площадку от старых построек. В разные годы на этом месте пытались возвести торговые и фитнес-центры, затем демонтировать дренажную систему. И только потом удалось начать копать котлован и забивать новые сваи. Теперь важно соблюсти сроки. «Наконец-то началось строительство. Есть уверенность, что теперь инвестор, раз начал строить, завершит строительство, потому что объект ожидаемый, долгожданный, он необходим для этого микрорайона. Надеюсь, что мы сегодня все-таки согласуем график строительства и в течение полутора лет уже сможем открыть школу, новую школу в этом микрорайоне». Школа рассчитана на 1100 учащихся. Здание будет переменной этажности в 3-4 этажа. Предусмотрен также и вместительный внутренний двор. «Проект индивидуальный, то есть не типовой, проект интересный. Он делался с учетом специфики этого земельного участка. Здание имеет закрытый квадратный контур, большое по площади, здание 22-24 тысяч квадратных метров. При том, что обычная школа на тысячу мест это где-то 16-18 тысяч квадратных метров. За счет больших коридоров, из-за того, что здание имеет квадратную форму, получилась такая площадь. Интересный проект, внешне интересный проект». Сейчас подрядчики заняты коммуникациями. Необходимо в первую очередь произвести все земляные работы, а затем уже возводить само здание. Несмотря на то, что школа строится в рамках инвест-контракта, за всеми этапами строительства будут следить местные власти. «Эта школа не единственное строительство, которое ведется в мытищах. Еще четыре объекта находятся в разной степени готовности, но все они в ближайшие 2-3 года будут сданы в эксплуатацию, благодаря чему муниципалитет получит порядка 5000 новых дополнительных мест в образовательных учреждениях». Юлия Федориенко, Олег Степанов, Первый Мутищинский. В нашем округе список образовательных учреждений насчитывает более 30 школ. Сюда же входят гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением предметов. Сегодня в наших социальных сетях мы запустили традиционный опрос. Мы хотим знать ваше мнение. Главная тема – строительство учреждений образования. Где мытищинцы хотели бы увидеть новые школы? 40% опрошенных ждут школу в микрорайоне Пирогова, а именно в ЖК «Пироговская ривьера» и в поселке мебельной фабрики. 30% проголосовали за микрорайон 18А. Он ограничен улицами Мира, Летный, Колпакова и Новомытищинским проспектом. Еще 17% ждут школу в микрорайоне «Дружба» и почти столько же в микрорайоне «Строитель». Далее о том, что еще сегодня в выпуске. Двое погибших, четверо раненых. В МФЦ округа прошла минута молчания в память о погибших коллегах. Мы скорбим, выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Не дай бог, чтобы это где-то еще повторилось. Согреем детские сердца. Во Дворце культуры Яуза прошел благотворительный концерт. Я красно-голубой, розово-зеленый. Огнива 30 ярких лет. Вячеслав Фомичок поздравил труппу театра кукол с юбилеем. Вы знаете, люди, вас надо обнять. Заботой о птицах. Школьники приняли участие в акции «Покорми птиц зимой». Прилетели шнегери. Три вороны были в среду. Мы не ждали их к обеду. Сегодня во всех МФЦ России прошла минута молчания в память о погибших сотрудниках в Москве. Напомним, накануне произошло зверское нападение в МФЦ района Рязанский, в результате которого два человека погибли, еще четверо получили ранение. В числе пострадавших девочка 10 лет. По словам очевидцев, причиной инцидента стала просьба к заявителю надеть медицинскую маску, после чего мужчина достал пистолет и открыл огонь. Сегодня сотрудники МФЦ МТИЧ почтили память своих погибших коллег. Мы скорбим, выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Не дай бог, чтобы это где-то еще повторилось. Мы находимся, к сожалению, в таком обществе, в котором очень сложно предугадать те или иные экстремальные ситуации. Поэтому быть внимательными, быть бдительными. Соответственно, естественно, мы очень рассчитываем на охранные службы. Матичинский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. Как пояснили в городской прокуратуре, летом этого года гражданский муж одной из жительниц округа совершил противоправные действия по отношению к ее дочери. Злоумышленник, который в ходе предварительного судебного следствия отрицал свою причастность, с учетом собранных доказательств признан судом виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также Матичинской городской прокуратурой установлено еще одно нарушение прав детей. В ходе проверки медицинских учреждений выявлены факты несвоевременного обеспечения детей лекарственными препаратами. Приняты меры реагирования, которые направлены главным врачам Матичинского психоневрологического диспансера и Матичинской городской клинической больницы, а также Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. В настоящее время ребенок, находящийся под наблюдением в психоневрологическом диспансере, который не обеспечивался льготными лекарственными препаратами, обеспечен необходимым до конца текущего года. К другим темам. В Матичинском историко-художественном музее открылась выставка «Огнива 30 ярких лет». Она рассказывает о знаковых моментах одного из ведущих театров Подмосковья. На ней представлены в том числе эксклюзивные экспонаты. Одним из первых с ними познакомился депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев. В этой выставке вы можете видеть разные экспозиции куклы, фотографии и декорации. Давайте начнем с этой композиции. Директор театра «Огнива», заслуженный артист Московской области Сергей Синев и заслуженная артистка России Наталья Котлерова представили депутату Госдумы Вячеславу Фомичеву экспозицию, которая не так давно открылась в Матичинском историко-художественном музее. Текущий сезон для театра юбилейный, ему исполняется 30 лет. Экспозиция посвящена этому событию. Зрителям будет интересно увидеть вблизи, не со сцены, кукол и декорации, с которыми сыграны лучшие спектакли. Также с помощью фотографий они смогут попасть за кулисы или, например, больше узнать об истории театра. А это вот открыли наш театр именно этим спектаклем. Это спектакль «Огнивый», как вы можете видеть, цифра 1992. И куклы, и декорации из спектакля «Огнива», что дало название нашему театру. До сих пор мы его играем. Но это еще не все. Артисты рассказали депутату, как планируют привлечь новую аудиторию. В середине декабря в музее начнутся показы телеверсии спектакля «Маугли», поставленного по одноименному произведению Рильярда Киблинга художественным руководителем театра, заслуженным артистом России Алексеем Гущуком. С 15 декабря по 15 января ежедневно. Здесь будет. Здесь, здесь. То есть у нас, посещено, будет как раз нашему 30-летию, да? Да, да. Это очень важно, потому что в театр все-таки люди сейчас не все приобщаются, особенно в период пандемии. А надо понимать, что мы ее все равно победим. И надо воспитывать молодых людей, а никто, как театр, тем более кукол, может это все воспитать. И поэтому сегодня очень приятно с руководителем музея, с руководителем театра здесь встретиться. Это, вы знаете, люди, вас надо обнять. За многолетний труд, эстетическое воспитание подрастающего поколения и развитие культуры в Подмосковье Вячеслав Фомичев вручил театру благодарность Московской областной думы. Депутат стал одним из первых посетителей выставки «Огниво. 30 ярких лет», так она называется. Об экспонатах, представленных на ней мои коллеги, еще расскажут в следующих выпусках новостей. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый, Мытищинский. Московская областная дума подвела итоги уходящего года. Городской округ Мытищи был назван одним из лидеров Подмосковья. А те, кто активно работал на благо муниципалитета, представлены к наградам. Их вручил депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев. Делается все возможное для того, чтобы нашим людям было комфортнее жить. И программа нашей партии направлена на улучшение качества жизни. Да и все общество сейчас делает все возможное для того, чтобы людям, и в том числе в нашем округе, было значительно удобнее жить. Я в течение восьми месяцев работаю с вами. Мне очень приятно, когда меня окружают такие надежные, такие ответственные работники. В церемонии награждения также принял участие председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов. Знак Московской областной думы за службу закону третьей степени был вручен заместителю главы администрации муниципалитета Наталье Гречаной. Знак Московской областной думы за труды Борису Батину, директору городского информационно-вычислительного центра. Почетными грамотами награждены заместитель главы администрации муниципалитета Евгений Глинкин, заместитель начальника управления территориальной политики и общественных коммуникаций Ольга Киселева и заместитель начальника управления культуры и молодежной политики Ирина Данишевская. Благодарственные письма Московской областной думы получили лучшие специалисты подразделений администрации округа, сотрудники образовательных и культурных учреждений. В этот четверг на нашем телеканале смотрите программу «Диалог со властью». Гость студии – начальник управления потребительского рынка и услуг администрации округа Любовь Соберзянова. Поговорим о ценовой политике. Что сейчас входит в потребительскую корзину? И какие цены в мытищинских магазинах на новогодние товары? Расскажем, где приобрести продукты на праздничный стол с хорошей скидкой. А также затронем тему работы елочных базаров. Программу «Диалог с властью» смотрите завтра в 20.00. Мы ждем ваши вопросы на электронную почту или по телефону редакции. В преддверии Нового года во Дворце культуры Яуза прошел праздничный концерт. В рамках всероссийской акции «Согреем детские сердца». Мероприятие организовано Духовно-просветительским центром Донского храма для детей из детских домов и реабилитационных центров. В атмосферу праздника окунулась и наша съемочная группа. Любовь, ласка, доброта – в этом нуждаются ребята из детских домов, интернатов и неблагополучных семей. Ежегодная благотворительная акция «Согреем детские сердца» направлена именно на это. Юные артисты вместе с педагогами подготовили предновогодний подарок – яркие танцевальные и музыкальные номера. И общение, которое так нужно всем детям. Уже пять лет организаторы приглашают детей из приюта «Преображение». Эта акция призвана обратить внимание на проблемы детей, которые находятся в неблагоприятной жизненной ситуации. Все силы приложить для того, чтобы эти детки получили тепло, для того, чтобы глазки их загорелись, чтобы они радовались, чтобы они улыбались, чтобы они смеялись. И не только смеются, но еще и поют вместе с артистами. Сегодняшний благотворительный концерт отличается от других выступлений. Публика здесь особенная, родная, а значит и подход иной. Готовились мы уже практически год. До этого тоже были выступления, но не тут. И очень хочется хорошо выступить. Только дети могут слышать и слушать детей до конца. Такой обмен эмоциями, добром в преддверии Нового года стал самым дорогим подарком и для гостей праздника, и для артистов. Андрей Колосов, Денис Петров, Первый Матищинский. Продолжаем выпуск. Какие птицы прилетают на зимовку в наш город? Чем кормить синичек, а чем снегирей? Ответы на эти вопросы точно знают учащиеся школы номер 10. Юные эколята приняли участие в акции «Покорми птиц зимой» и смастерили кормушки своими руками. Тема продолжит Алла Сталаева. А во вторник, посмотри, прилетели снегири. Три вороны были в среду. Мы не ждали их к обеду. Деревянные, пластиковые, соломенные. Каких кормушек только не было в руках младшеклассников. Ребята готовились к этому дню. Своими руками вместе с родителями они разрабатывали оригинальные модели. Собирали и разукрашивали домики для птиц. Ученики 10-й школы впервые принимают участие в акции «Покорми птиц зимой». Весело и дружно они вешали кормушки на деревья рядом со школой. Мы долго к этому готовились, потому что приносили в течение недели эти кормушки. Обсуждали, какой корм нужно нам будет приготовить. Разгадывали загадки, рисовали рисунки. У нас оформлен в школе стенд. На этом стенде как раз описано, как собрать корм, какие птицы к нам будут прилетать. Анна Тюдмина свою кормушку делала с дедушкой. Это ее первый опыт изготовления столовой для птиц. Сначала дедушка вырезал окошки, а я потом раскрашивала. А потом дедушка все сделал, то, что надо было, чтобы было красиво. Вот, и я хотел сделать из-за дерева, а дедушка подумал, что надо сделать из-за этого, бутылки. Сегодня дедушка Александр Никонов пришел в школу поддержать свою внучку. Это очень важно на самом деле. Конечно, это они с детства уже будут знать, что нужно птичкам зимой, помогать надо. Что их нужно беречь обязательно, этих птичек. Зимой очень тяжело им. И вообще природу нужно беречь. Это нужно им с детства все это прививать. Не только к птичкам, но и к животным, но и к всему остальному. Я думаю, это очень хорошее мероприятие, что они придумали. В наших краях на зимовку можно ожидать соек, снегирей, свиристелей и синичек. Кстати, о синичках и воробьях ученик первого класса нам рассказал много интересного. У воробья в дупле, когда он обнаружил там синицу, то тогда он не залетает в дупло, а ждет, когда синица вылетит. Потому что синица более сильнее, чем воробей. Кормушки для пернатых изготавливают школьники каждый год. Акция «Покорми птиц зимой» пользуется большой популярностью в округе. Каждый год сотрудники контрольного управления проводят такие мероприятия в школах, а также организуют их в городских парках. Контрольное управление плотно работает с управлением образования, поэтому оповещены проведения традиционной акции все учебные учреждения округа. Однако есть инициативные, которые хотят не просто проводить это в формате учитель-ученики в классе, а хотят сделать в таком более живом формате на улице. Недостаток еды в зимний период теперь не грозит птицам. Дети будут постоянно насыпать в кормушки зерна и семечки и присматривать за пернатыми. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Мэтищенский. Клуб «Активное долголетие» уже давно прославился своими развлечениями. Его участники занимаются спортом, играют в настольные игры, обсуждают интересные фильмы. Но на этот раз они погрузились в музыкальную атмосферу и спели в караоке. Как репертуар выбирают представительницы серебряного возраста, расскажет Андрей Колосов. Главная тема дня и песен – дружба. Сегодня красивые женские голоса разбавляет немногочисленный мужской вокал. Владимир Питковский вот уже третий год с удовольствием посещает все мероприятия клуба. Ценит дружбу, знает о ней практически все. Ну и из мультфильма, там хорошие песни про дружбу. Друг настоящий, самый честный, который поддержит тебя во всем. Женская половина настроена романтично. Они в ожидании романцев, но организаторы подготовили беспроигрышный вариант и предложили спеть о дружбе. Программа клуба уже сейчас разнообразная. Все же в планах провести караоке по заявкам. Я люблю очень романцы. Я встретил вас. Очень люблю очи черные. Темно-вишневую шаль. Да все романцы. Романцы вообще это такое произведение, которое, мне кажется, любят все возрасты. Караоке это, ну, хорошо. Мы поем и пляшем, и все делаем, и танцуем. Основная цель досуговой деятельности для людей серебряного возраста – это улучшение настроения, общения, возможность получить радостные эмоции и удовольствие. А пение – один из главных антидепрессантов. Андрей Колосов, Олег Степанов, Первый Мытищинский. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее прогноз погоды. Напоминаю, наши новости также доступны на сайте Первого Мытищинского и в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. В эфире Киноафиша. Меня зовут Андрей Колосов. И в этом выпуске мы расскажем, какие фильмы пройдут на нашем канале в эти выходные. В субботу, 11 декабря, на нашем канале биографическая драма по половому признаку. Картина сняла первая женщина-выпускница Американского института киноискусства. Обладательница Эми Мими Ледер. У режиссера немало работ в кино и сериалах «Заплати другому», «Столкновение с бездной», «Скорая помощь», «Бестыжие» и «Утреннее шоу». Когда Рут Гинзбург окончила Гарвардскую юридическую школу, судебная практика в США считалась прерогативой мужчин. Еще во время учебы Рут на личном опыте убедилась, что ее профессиональный путь сулит ей множество испытаний. Но ни одно из них не заставило Рут повернуть назад. Наоборот, война с гендерной дискриминацией становится главным делом ее жизни. Рут борется с разделением по половому признаку в самом законодательстве, предоставляя наглядные подтверждения тому, что от этого страдают как женщины, так и мужчины. За основу сюжета драмы по половому признаку взята реальная биография Рут Бадер Гинзбург, еврейки, которая стала второй женщиной-судьей за всю историю юриспруденции Америки. Кстати говоря, съемки киноленты проходили в городе Монреаль, и реальная Рут, которая исполнилась на тот момент уже 85 лет, тоже принимала в них участие. К слову, сценаристом фильма выступили Даниэль Стиллман, являющийся ее племянником. Главную роль сыграла Фелисити Джонс. Также в картине приняли участие такие актеры, как Арми Хаммер, Джастин Теру, Сэм Уотерстон и Кэти Бейтс. Биографическую драму по половому признаку смотрите на нашем канале в субботу 11 декабря. В воскресенье 12 декабря на нашем канале фильм «Однажды в Голливуде». Увлекательную сатиру о внутренней кухне американской киноиндустрии и нелегком труде настоящего продюсера снял лауреат премии «Оскар» Барри Левинсон, режиссер фильмов «Человек дождя», «Плутовство», «Спящие». Продюсером по обе стороны экрана выступил Роберт Де Ниро, снявшийся в компании Брюса Уиллиса, Шона Пена, Джона Туртура, Стэнли Тучи, Кристин Стюарт и других звезд. Главный герой – успешный кинопродюсер Бен, прекрасно понимающий, чего стоит успех в Голливуде и как легко его лишиться. Каждый будний день он сталкивается со всевозможными непредвиденными трудностями. То приглашенные на проект Брюс Лиры стал стеет и откажут избревать бороду, то режиссер вставит сцену с убийством собаки, скандализируя аудиторию. То возникнут очередные проблемы с монтажом и продвижением фильма. На фоне всей этой неразберихи Бен еще вынужден решать семейные проблемы. Дочка – подросток, а чего-то ходит с красными глазами, а бывшая жена, которой он по-прежнему неравнодушен, заводит роман с его женатым коллегой. Фильм является экранизацией мемуаров продюсера Арта Линсона «Что случилось?» – горькие голливудские истории с линии фронта, рассказывающие о его горьком опыте работы в Голливуде в качестве продюсера. Комедию снимали весной 2007 года, преимущественно в Калифорнии и Коннектикуте. Кстати, это не первая работа режиссера Барри Левенсона и Роберта Де Ниро. За 11 лет до «Однажды в Голливуде» они работали над фильмом «Плутовство», в котором один из главных героев также был голливудским продюсером. Ироничную комедию «Однажды в Голливуде» смотрите на нашем канале в воскресенье 12 декабря. А теперь коротко о том, какие фильмы можно посмотреть на следующей неделе. 13 декабря – фантастический триллер с Брэдли Купером и Робертом Де Ниро «Область тьмы». 14 декабря – молодежная версия Дня Сурка «Зои Дойч», детективная драма «Матрица времени». 15 декабря – мистическая драма о математической формуле любви «2.22». 16 декабря – приключенческий боевик с Колином Фертом «Последний легион». 17 декабря – мистический триллер о детских фантазиях и взрослых ужасах «Зет». Вот такая неделя вас ожидает, ну а какие фильмы будут на выходных – расскажем в следующем выпуске. До новых встреч! Привет, гражданин Российской Федерации! Ты уже слышал про Пушкинскую карту, по которой за счет государства ты сможешь посещать культурные учреждения твоего и других городов. Да, теперь тебе доступна такая обширная культурная программа. Но если тебе от 14 до 22 лет, имей это в виду. Как же, как ее получить? – спросишь ты. Вот пошаговая инструкция. Тебе понадобится подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если она уже есть – отлично. Если нет – зарегистрируйся и подтверди личность через МФЦ или онлайн-банк. Все готово? Тогда скорее за Пушкинской картой! Бери свой смартфон, скачай приложение «Госуслуги культура», потом авторизуйся через свою учетную запись «Госуслуг». Это просто главное – введи нужные данные. Ну и вот, осталось подтвердить выпуск твоей личной виртуальной Пушкинской карты. Только приготовься к селфи. Да-да, фото останется на аватарке, никуда не отдадим. Подтверждай выпуск и она твоя. Все, теперь введи себя культурно. А куда именно – выбирай из мероприятий, которые доступны по Пушкинской карте. Это можно сделать в приложении «Госуслуги культура» или с помощью афиши на портале «Культура.рф». Ах да, любезнейший! Если желаешь выпустить себе пластиковую карту и на ощупь приятную, и глаз порадовать, то отправляйся прямиком в любое отделение банка-эмитента. Там все сделают. Все? Досмотрел ролик? Ну тогда скорее оформляй свою пушкинскую карту, а то еще пропустишь какое-нибудь крутое культурное мероприятие, пока другие уже все оформили. И напоминаю, веди себя культурно. В Московской области реализуется президентский проект социальной газификации. Газ до границ вашего участка будет проведен бесплатно. До 2023 года «Мособлгаз» подключит к газу 300 тысяч жителей – 2830 населенных пунктов. Для участия в программе нужно, чтобы ваш дом соответствовал всего двум критериям. В вашем населенном пункте должен быть действующий газопровод. Ваш дом должен быть зарегистрирован. Газификация Московской области производится по четко сформированному графику. Посмотреть сроки проведения газификации и оставить заявку на заключение комплексного договора на выполнение работ внутри участка можно на сайте «Мособлгаза». Если вы хотите подключить газ по программе социальной газификации, зайдите на страницу программы на сайте «Мособлгаз» и нажмите кнопку «Подключить газ». Найдите на карте свой населенный пункт или впишите адрес в строку поиска. Заполните заявку на комплексный договор. Наши специалисты свяжутся с вами в течение 10 дней. Рассчитать стоимость работ внутри участка можно в онлайн-калькуляторе. При помощи интерактивной карты вы можете следить за статусом проводимых работ, ознакомиться с фотоотчетами. Социальная газификация Подмосковья Не ставь в холодильник горячее блюдо, еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишь с двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты? А ты? А ты? А ты? А ты? Субтитры подогнал «Симон»